Друзья, всем привет! Офигительный лайфхак сейчас вам сделаю. Значит, смотрите, у нас на стенах керамогранит и здесь будут натяжные потолки. Что мы делаем? Вот керамогранит у нас подняли, да? И чтобы туда не делать тоненькую полоску плитки и потом эту тоненькую полоску плитки керамогранит не сверлить, это очень тяжело при монтаже натяжных потолков, мы доштукатуриваем просто ротбунтом, западлицо с плиткой. И потом профиль для натяжных потолков крепится прямо по границе штукатурки и плитки и на выходе у вас получается так все это сделано, что и целиковая плитка сверху, и монтажником натяжных потолков проще было сделать, и лишней подрезки никакой не было сделано. Везде мы такие моменты рассчитываем и по возможности, где это необходимо, просто вот эти вещи доштукатуриваем. Если мы не доштукатурили здесь и не делали бы полоску плитки, нам бы пришлось с вами профиль ставить ниже. На самый край вы не поставите, мы бы потеряли от потолка еще там 3-4 сантиметра, а монтажники бы с ума сошли, все это просверливать керамогранит, приклеивать профиль. Поэтому, зная такие нюансы, вот мы и придумали такую вещь. Поэтому берите себе на вооружение, не забудьте поставить за такой лайфхак лайк, напишите, делали ли вы хоть раз так у себя, додумались ли вы до этого. Я это нигде не видел, сам когда-то давно придумал, чтобы выйти из ситуации. Может быть, кто-то другой тоже придумал. Вполне нормально изобретать велосипеды. Поэтому для меня лично это моя идея, для кого-то, может быть, это его идея. Поэтому пишите свое мнение в комментариях, не забывайте ставить лайки, это сильно влияет на продвижение блога. До новых встреч, пока!